Глава 4. Подзаголовок 2. Новый подход в кавычках арабов. Израиль-агрессор. Превращение следствия в причину. Глава 5. Завоевать симпатии западной общественности можно было лишь с помощью длительной, изощренной и всеохватывающей пропагандистской кампании. Арабская пропаганда могла рассчитывать на успех только в том случае, если ее тезисы будут соответствовать ценностям Запада. Для этого следовало скрыть истинную суть арабо-израильского конфликта и в том числе, что она не может быть в этом случае. Представив его в самом благоприятном для арабов свете. Прежде всего, арабы должны были отказаться от тех формулировок, которые были приняты в их пропаганде до шестидневной войны. Рассуждения о необходимости сбросить Израиль в море не могли оказать желаемого действия на общественное мнение Запада. Арабам следовало найти новые доводы для оправдания своей беспредельной ненависти к Израилю. Одним из них стало осуждение «израильской агрессии». Что могло лучше подтвердить агрессивный характер войны 1967 года, нежели тот очевидный факт, что ее результатом стало увеличение территории Израиля? Земли, служившие плацдармом арабской агрессии против Израиля и утраченные арабами в ходе развязанной ими агрессивной войны, стали символом израильского экспансионизма. Следствие шестидневной войны было представлено в виде ее причины. Арабские лидеры потребовали, чтобы утраченные территории были им немедленно возвращены. По меньшей мере странно, что им удалось убедить столь многих людей в справедливости этого требования. Никогда ранее государства, потерявшие часть своей территории в развязанных ими же захватнических войнах, не могли так быстро представить себя невинными жертвами агрессии. После Второй мировой войны такого не могли себе позволить ни Германия, ни Япония, ни Италия. Невозможно отыскать прецедент попытки разгромленного агрессора выступать с какими бы то ни было требованиями, тем более с требованиями о возвращении территорий, служивших плацдармом агрессии. Широкая международная поддержка арабского требования о возвращении Иудеи, Самарии и Газы основывалась на хартии ООН, содержащей принцип недопустимости насильственного присвоения чужой территории. Однако есть немалая доля лицемерия в том, что на этот принцип благочестиво ссылаются государства, которые совсем недавно осуществляли обширные территориальные захваты. Когда речь заходит об их собственных интересах, эти государства не спешат каяться в былых своих прегрешениях, и если возникает необходимость, они без колебаний применяют силу для того, чтобы удержать завоеванные и аннексированные ими территории. Однако установление израильского контроля над Иудеей, Самарией и Газой качественно отличается от всех иных известных территориальных захватов, в том числе от американских завоеваний в Мексике, определивших сегодняшнюю сухопутную границу Соединенных Штатов. Израиль никогда не начинал войну с целью захвата территории. Он был вынужден вести оборонительные войны против арабских режимов, идеология которых требовала его уничтожения. Фактом первостепенной важности является то, что все земли, занятые Израилем в ходе шестидневной войны, Голландское плато, горные цепи Иудеи и Самарии, сектор Газы и Синайский полуостров использовали с арабскими государствами в качестве плацдармов агрессии и террора. Сирия использовала свой контроль над Голланами для того, чтобы лишить Израиль водных ресурсов. Египет ввел на Синай огромную армию, открыто заявляя о своем намерении напасть на Израиль. При таких обстоятельствах использование силы для захвата территорий подобно действиям человека, вырвавшего пистолет из рук преступника, который до того уже успел выстрелить в него несколько раз. Государства, бывшие жертвами агрессии, имеют законное право защищать себя от потенциального нападения. Этот принцип всегда признавался в международных отношениях, даже в тех случаях, когда опасность, угрожавшая потенциальной жертве агрессии, была значительно меньше той, с которой столкнулся Израиль. После Второй мировой войны США в течение 30 лет удерживали остров Окинава, расположенный в 13 тысячах километров от берегов Калифорнии. Дабы защитить себя от повторной японской агрессии. Советский Союз почти 50 лет держал свои войска в Восточной Германии, Польше, Венгрии и Румынии, аргументируя это необходимостью защитить свою территорию от повторной германской агрессии, и Соединенные Штаты не оспаривали правомерность подобной аргументации. При этом необходимо помнить, что после окончания Второй мировой войны Германия и Япония лежали в руинах, они были разоружены и находились под военным контролем стран-победительниц. Угроза повторной агрессии со стороны этих государств носила крайне гипотетический характер, и тем не менее СССР и США желали избежать даже самого минимального риска, ведь они оказались в прошлом жертвами агрессии. Сравним приведенные примеры с той ситуацией, в которой находится государство Израиль. Иудея и Самария, историческая родина еврейского народа, расположены не за морем и не за горами, но в нескольких метрах от Иерусалима и в считанных километрах от Тель-Авива. Арабские соседи Израиля продолжают вооружаться лихорадочными темпами. Одно из соседних государств даже не считает нужным скрывать, что оно намерено использовать территорию, которая была ему возвращена для новой агрессии против Израиля. Миф об экспансионистских устремлениях Израиля продолжает существовать, хотя в 1979 году в рамках Кэмп-Девитского мирного соглашения Израиль отказался от 91% территории, занятой им в ходе оборонительной шестидневной войны. Синайский полуостров был возвращен Египту после того, как Израиль вложил миллиарды долларов в его развитие, в том числе в разработку находящихся на Синае нефтяных месторождений. За всю предшествующую историю человечества не было ни одного победителя, который вел бы себя подобным образом. Какая другая нация отказалась бы от собственных источников энергии ради достижения мира?